И вновь к теме начислений платы за электричество на ОДН. Напомню, месяц назад ульяновцам повторно выставили суммы на общедомовые нужды за прошлые годы. Эту проблему обсудили в областном законодательном собрании. Наш корреспондент Эдуард Истомин собрал спектр мнений по этой теме. На совещании по теме ОДН пригласили разные стороны. Энергетики, управляющие организации, жилнадзор. Плюс старшие по домам и общественники. Не было лишь чиновников от городского ЖКХ. Проблемы обозначили сразу. Ну, во-первых, срок подачи этих претензий. Начнем с этим. Во-вторых, суммы там какие-то стоят нереальные. Тоже надо разбираться. Причем опять индивидуально. Не должны десятки, сотни тысяч людей жить неведенне, получая какие-то платежи и не получая на это ответ. На совещании свою позицию выразили управляющие компании. Коммунальщики сослались на долгую переписку с энергетиками. Затем якобы уточнялись данные по домам. Объемы ресурса и площади мест общего пользования. Во-первых, то, что расчеты передали поздно от Ульяновс Энерго. Поздно. Все расчеты перепроверялись. Кем? Управляющей компанией. Общественники дали информации куда больше. Представители Общероссийского народного фронта, к примеру, нашли экономическую причину ОДН-проблемы. Связана она с законом о банкротстве, под который попал ряд управляек. Потому что управляющие, которые сейчас находятся под внешним управлением, управляющие внешние, они не заинтересованы в том, чтобы исполнять жилищный кодекс. Хотя они являются номинально управленцами управляющей организации. А кредиторы, которые руководятыми действиями, говорят, нет, у нас интересуют больше всех деньги. Не выставлять вот эти суммы вообще, это оно как бы грозит руководителю управляющей компании, субсидиарной ответственностью, где он будет выплачивать эти миллионы из своего личного кармана. Новые старые платежки породили другую проблему. Речь идет о субсидиях для малоимущих граждан. От них требуют справки, что долгов нет. К тому же, управдомы обязаны были предоставить рассрочку платежей. Плати и все. Но это же ведь не дело абсолютно. Действительно, разъяснительная работа нужна. Отозвать все платежки. Потому что половина людей не платит, ждут нашего решения. Половина оплатили, и нужно перерасчет сделать. И, второе, провести от города Ульяновска и от управляющей компании серьезную, разъяснительную работу. И доказать жителям, что да, они действительно должны... На совещании проинформировали о предварительных итогах проверок. Их представил жилнадзор. Нарушений хватает. Управляющей компанией были ограничены нормативом. Так вот, флагман из 18 проверенных домов по 5 домам не применил норматив. То есть, начислил выше норматива. Это незаконно. Авангард по всем домам 5 из 5 начислил неправильно. ГУК железнодорожного района по 14 домам начислил неправильно. ГУК Засвияжского района по 165 домам начислил неправильно. Итог совещания. Жителям разъяснить причину до начислений. Городскому комитету ЖКХ подготовить дорожную карту. Она поможет правильно вести диалог с управляющими компаниями в подобных ситуациях. Пока же деятельность ведомства вызывает критику областных депутатов. Они считают, что городские чиновники заняли страусиную позицию. Хотя в жилищном кодексе муниципальный контроль не на последнем месте. Эдуард Истомин, Александр Абрамов, Вести, Ульяновск.